Я шел по городу Иерусалима, смотрю, толпа проходит мимо, спросил прохожего, а куда вы идете, ведь Пасха скоро, праздник ждете, в горе Голгофе мы идем, преступников туда ведем, обманщика будем распинать, приказ Пилата надо исполнять, и вся толпа распни, кричал. А евреям было кровью мало, распни, распни, народ кричал, а один с крестом тогда молчал, а за что хотят его распятать, и почему он должен умирать? Иерусалима, людской поток прошел мимо меня, и я услышал голос, за тебя страдаю я, и смерть сейчас приму, твое неверие, причина есть всему. Я оглянулся, так головой вертел, искал кого-то, кто это говорил, вокруг не видел доброго лица, раз по ней кричали люди без конца, подумал, да, померешилось мне это, жарко было летом, а может, смертью наслужил? Один прохожий с кем-то говорил, а я прислушался, и стало ясно, что смертью он заслужил совсем напрасно. И я к толпе тогда пристал внимания, на себя не обращал, я оказался сосужденным рядом, а он обратился ко мне взглядом. Во взгляде не было укора, я не забудусь его взором. Хотел до крестности помочь, а солдат кричит, иди ты прочь, я вижу, что ты римский гражданин, крест понесет еврея один, он вырвал из толпы мужчину, и крест валил на его спину, а на того, кого вели казнить, плевали, били, не давали пить, я из толпы вырваться не мог, устало, страшно, и свалилось к ног, а ему снова сдали крест нести. И шепчет он, дай чашу пронести. Подумал, а что за чашу он несет и на заклане так безропотно идет, и снова слышу, за тебя на смерть я отдаю всего себя. Ну что, я самый грешный из людей? И почему в душе моей слова звучат, как приговор, как надоел мне этот разговор, я отогнал все мысли эти. И что, мы маленькие дети? Ну, был суд, наверное, доказали его вину и наказали. И вот прошли субботний путь, преступникам не дали отдохнуть. Я оказался рядом со крестом, не знал, что буду разговаривать с крестом, не знал, что сын он Божий, а я-то думал, что прохожий, не знал, что совесть будет мучить, и небосклон закроет тучи. Поймал я, помню, взгляд Христа. Все стало сразу на места. В толпе я понял, он мне говорил о том, что смертью меня простил, и на кресте меня должны распять, а он пришел мне избавление дать. И, оказавшись рядом со Христом, спросил Иисус, ну а избавление в чем? Зачем позволил руки пригвоздить, и ноги почему свои я дал прибить? Зачем ребро твое пронзили, и уксус желчу подносили? Зачем венок тебе надели, страдания уже не надоели? Зачем разбойника простил, о помощи отца не попросил? Зачем одежду тебе сняли, и ни за что при двух распяли? И в муках отвечал тогда Христос. Зачем ты задаешь мне свой вопрос? Ты думаешь о том, чем я не хочу, вот потому на обвиняние молчу. Мне есть чем заступиться за себя, а я страдаю, ведь люблю тебя. Я руки дал свои прибить, чтоб меньше мог руками ты грешить. И ноги мои к древу пригвоздили, к греху, чтоб твои ноги не ходили. Пробить позволил ребра я свои, чтоб сердцем мысли уберечь твои. И голову пробил венец из стерна, чтоб сеял в мыслях жизни зерна. Одежду люди из меня сняли, чтоб жизнь свою вы обновляли. А желчь я с уксусом не пил, чтоб ты без боли долго жил. Прости с креста я произнес, чтоб ты прощение в жизнь принес. Сейчас я чашу до конца испил и все грехи твои простил. Вот такой вот получился диалог. Преисходящее повергло меня в шок. Свершилось, помню, сказал он, и тьма покрыла небосклон. Когда тьма на него легла, людей таскать. Тогда взялась голгофы, помню, уходили и сильно в грудь себями были. За что? За что распяли мы любовь? За что на детях наших кровь? Вернулся я в Иерусалим. Одним желанием, Томин, хотел увидеться с царем, поговорить, чтоб с ним вдвоем. Пилат, я знал, что ты руки умывал. Так почему Христа не отпускал? Пилат, ты знал, Иисус был свят. Ну почему сейчас распят? Из зависти ведь предали Христа. Досталось доля тяжкого креста. К царю меня, конечно, не пустили. О казни во дворце почти забыли. И только тень с голгофского креста напоминала страдания Христа. Побрел я вдоль Иерусалима. Распяли здесь царя Ассалима. Хотел с Иудой повстречаться. Мы как могли так быстро вздаться? Потом я слышал про Иуду. Спросил себя, кто я буду? Раз за меня Христос распят, а кто же в этом виноват? Вопрос остался без ответа. Ходил почти до рассвета. Никто со мной не говорил. Я сел и горько слезы лил. Отлик у меня возле храма один прохожий. Он сказал, не видел ты Иуду? Его здесь ищут все подсюду. Я отрезательно ответил, а в его глазах вопрос заметил. Он спросил, а ты откуда? А может звать тебя Иуда? Я отговариваться стал, а сам себя не узнавал. В толпе я был, на лгофе шел и на распятие его вел. Так может я и есть Иуда? Хотел бежать скорее оттуда. Убежал за стены храма. Храма там встретила меня, храма. И про Иуду спрашивали. Лицо проверив, отпустили. Лицом я не похож, но Искариот. Им оказался внутри. А вот это что-то. От тебя уйти, увы, не в силах. И кровь от страха леденеет в жилах. Вот в таком терзании я нашел учеников. Они сказали мне про кровь, хоть сами до конца не понимали. Вечерю принимать они сказали. Нельзя, когда вечеря в храме, купаться на многе они. Ведь можем мы хоть в месяц раз сказать спасибо, что нас спас. Ответ ведь знает из нас каждый, что день вечерей очень важный. Но как один порой в церковь не спешим. В страданиях Иисуса мы его не с ним. А мы осуждаем, кто кричал, распни. А сами поступаем точно как они. Ведь если чашу пропускаем, распни с народом повторяем. Зачем в Голгофе мы идем? Увидеть крест Христа на нем? А может, руки умываем, когда вечерю пропускаем? Не поняли мы до конца, что там свершался план Отца, чтобы каждый мог спастись от ада. Вот такой была его награда. А если продолжаем мы грешить, Голгофе надо поспешить. Не для того, чтобы Бога распинать, а просто со слезами постоять. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok